к нашим прекрасным мужикам. Вам что-то нужно, милорд? Ничего такого, что ты могла бы мне предложить. Ядовитый тон его ответа заставил меня удивиться его мыслям о том, что я ему предлагала. Я не отвечала, он продолжил допытываться. Ты выполняешь какое-то задание? В данный момент я не выполняю никаких поручений, милорд. Тогда что ты здесь делаешь? Вот мы пришли к этому. Даже в темных коридорах слугам нет никакого покоя от благородных господ. В этой обстановке именно он выглядел лишним и не должен был спрашивать меня об этом. Но как грубо бы не был задан вопрос, он член королейской семьи, а я всего лишь гостья в его доме. Наблюдаю, милорд. Как, золушка, смотришь и мечтаешь о том, чего у тебя никогда не будет? Прошу прощения. Гости или нет, но это уже слишком. Не хочешь быть принцессой? Но тогда ты должна быть дочь благородной леди с собственным имением. Младшая дочь. Но все может сложиться так, что оно станет твоим. Это лучше, чем быть младшим сыном, о котором все забыли в то время, как остальные братья устают от сватовства. Мы не выбираем, кем родиться. К сожалению. В любом случае, милорд, вы однажды можете стать королем, а со мной этого не случится. Несомненно. Я слишком разговорилась, но не могла остановиться в его присутствии. У меня внутри все холодело, и я не знала, что делать. Итак, если ты не завидуешь и не выполняешь задания, тогда что? Слежу за своим принцем, который верен моим заботам. По крайней мере, следила, пока вы не помешали. Он лишь фыркнул в ответ и взглянул в одну из щелей, осматривая бальный зал. Ладно. Преданный шпион тебе не о чем беспокоиться. В его недалеком будущем могут зазменять свадебные колокола. Что? Я пришла к стене. Я припала к стене и яростно заметала и взглянула в поисках Оскара. А вот и он танцует с принцессой. Его волосы сверкают с фетей люстр, а в его обрядьях сама принцесса Кэссиди. Она улыбается ему, они выглядят счастливыми. Конечно, они выглядят счастливыми. Они же, знаете, их учат, учатся вежливостью при любых обстоятельствах. Она будет танцевать и со всеми претендентами. Именно для этого они здесь. Это ничего не значит. Он поправил ее руку в своей и наклонил голову. Она засмеялась, взглянула на него. Они направились к выходу из зала, прогуливаясь, будто влюбленные. Что если я ошиблась? Вдруг они идеально подходят друг к другу? Если она выберет его, Оскар не будет отступать от своих обязанностей, несмотря на ребяческий характер. Даже письмо. Он знал, что это не значит ровным счетом ничего, когда писал его. Признание принесло ему успокоение. Он выплеснул эти чувства, чтобы никогда больше о них не вспоминать. На его пути нет препятствий. Если она выберет его, здесь и сейчас так будет. Он уйдет, а я сделала шаг назад и развернулась, чтобы извиниться перед принцем Кайлом. Но его уже не было. Он, наверное, ушел, пока я отвлекалась. Не стоило мне сюда приходить. Я думала, что Оскар будет одиноко бродить по залу совсем не так, как когда мы впервые встретились. Я хотела убедиться, что ничего не изменилось, что я держу свои чувства под контролем. Я старше и умнее, как обычно. Я не готова была осознать, что он мне больше может не нуждаться во мне. Я вернулась прямиком в наше покое, слишком расстроенная, чтобы искать приключений по дороге. Как он мог сделать это? Конечно, он сделал. Именно за этим мы и приехали сюда. Он же буквально сегодня отдал мне это письмо. А кто знает, когда он его написал? Естественно, до того, как встретил ее несколько дней, а может и недель назад. Устаревшая информация. Я не имею права чувствовать себя обманутой. Я сотни раз говорила ему, что мы всего лишь друзья. Естественно, он благослонен к юной принцессе, которой, возможно, нравится. Так, мне это не нравится. Я пока прервусь. Субтитры создавал DimaTorzok